В начале данного столетия французский иммунолог Жак-Бен-Венист, отнюдь не думая о никакой гомеопатии, вдруг показал, что эффект синтеза антител иммуноглобулина Е клетками иммунной системы бозофила, вернее эффект синтеза медиаторов бозофилами, которые обычно происходят под влиянием иммуноглобулина Е, продолжается тогда, когда иммуноглобулина Е в растворах уже нет. И эта статья была опубликована в журнале Nature. Следует отдать должное, что после публикации авторитетная комиссия приехала в лабораторию Жака-Бен-Вениста и не смогла воспроизвести данный опыт. То есть опыт оказался невоспроизведенным, но почему-то как бы оппоненты гомеопатии возводят его в категории невоспроизводимого, значит ненаучного. Хотя можно сказать, что конечно есть и другие исследователи, которые вокруг этого крутятся. Но как бы в меморандуме по гомеопатии о памяти воды говорится очень много. Примерно 5 страниц говорится о том, что память воды не может существовать, так как вода это жидкость, которая испаряется при 100 градусах. Ну вроде бы насчет этого не стоило писать 5 страниц, достаточно было обратиться к учебнику школы. Я же в свою очередь вспомнил как бы свои годы подготовки в институт, где говорилось то, что ведь вода она как бы является соединением водорода с кислородом. Кислород возглавляет определенный ряд таблиц Менделеева. Там идет кислород, сера, селена, теллур. Что интересно, сера в два раза тяжелее кислорода, селена, теллур тяжелее еще. Соединение этих веществ с водородом является газами или нестойкими газами. Вода должна быть тогда подавна газом. Вода тем не менее жидкостью. Об этом как бы не буду углубляться за отсутствие времени. Они считают, что все-таки, так сказать, особенности такой структуры воды, такие свойства воды заключаются в некоторых особенностях ее строения молекул. Соединение водорода с кислородом. Но дело здесь как бы не в этом. То есть если проследить как бы вот то, что происходит вокруг меморандума по гомеопатии, то его адепты, его как бы, так сказать, люди, которые это отстаивают, держат в поле зрения не только гомеопатию. Вот в данном случае вывешены фотографии или как бы протоколы всех тех исследований, которые являются кандидатами в уже научные исследования. Это исследование профессора Казначеева, которое посвященное сверхслабым межклеточным взаимодействиям, еще в 60-е годы внесенное в реестр открытие, когда вот после цитопатический эффект в одной клеточной культуре мог дистанционно воспроизводиться в другой интактной, так говоря. Это пресловутые наноассоциаты профессора Коновалова, которые как бы уже давно их пропагандируют. И это группа Елены Борисовны Бурлаковой, которая показала о том, что все-таки сверхмалые и малые дозы препаратов, правда они как бы и работали все-таки с значимыми количествами, имеют принципиально другой эффект биологический и медицинский, чем препараты в больших или, так сказать, сверхбольших дозах. То есть разница здесь качественная, а не количественная. Вот вопрос о том, почему же, как бы так сказать, вообще вот все то, что связано с реальным или гипотетическим волновым воздействием в биологии и медицине, вызывает такую реакцию отторжения. Ну вот здесь опять будет, как бы так сказать, цитата, но на этот раз из меморандума, из пункта третьего экспертного заключения, где было сказано, что ну как же, ведь гомеопатия возникла в эпоху, когда важнейшие представления химии и биологии о свойствах молекул были еще не общепринятыми. И некоторые ученые считали тогда, что материя делима до бесконечности. То есть вроде бы сейчас это как бы не так. Я так подумал, а как же там Нильсбор, Эйнштейн и все прочие, что материя это на самом деле, так сказать, делима до бесконечности. Вот. И, собственно говоря, мой вопрос выражен вот в портрете Кадаш Редингера. Так вот ты какой корпускулярно-волновой дуализм. То есть на самом деле действительно вот этого как бы представителям позитивизма в современной биологии и медицине, судя по всему, комфортнее возвратиться к корпускулярной трактовке материи. Меньше, как бы так скажем, здесь противоречий. Вот. И поэтому я думаю, что гомеопатия, она как бы может быть, конечно, как бы первой ласточкой в данной научной дискуссии. И мы еще, возможно, будем видеть различные как бы всплески этой активности. Ну, в частности, как бы вот то, что было связано с бенвинистом, это показывает. И вот, по сути дела, уже к завершению я хотел акцентировать на такой вещь, недостатка ерничания по поводу которой нет в интернете. Это религиозная составляющая сциентиизма. То есть, да, как ни странно, поклоняться можно не только иконам. И в этом плане очень хорошо сказал видный историк западной философии Анатолий Федорович Зотов. О том, что в противоборстве идеалистической метафизикой, все-таки позитивизм, остался идеалистическим течением при всей его приверженности к естествознанию. Его концепция сформировалась в процессе низведения идеи с метафизических небес на Землю, но при этом идея не утратила качество небожителя. Во многом, как бы, эти качества, они проявляются вот и в современной дискуссии. Ну, собственно говоря, да, вот, да, любая истина доказывается только научным методом. А можешь ли ты это доказать научным методом? Оказывается, нет. Вот с этого ушел классический позитивизм или даже неопозитивизм.